так друзья всем привет и все-таки это средство творит чудеса сегодня посмотрим на орхидею выброшенную орхидею как в комментариях написали выброшенная орхидея культурно выброшенная орхидея это та самая орхидея которую мне отдали отдала одна из соседок проживающая здесь недалеко от моего дома когда я снимал видео о подброшенной мне под калитку орхидеи сказал попросил говорю не подбрасывайте мне орхидеи а пожалуйста просто приносите мне их отдавайте я возьму без всяких проблем и выхожу эти орхидеи если они вас плохом состоянии и в одном из ежемесячных там раздач розыгрыши которые проходят у нас в группе вконтакте в нашей орхидеи и архомания у нас на канале в прямых эфирах каждую последнюю субботу вот уже четвертый год подряд мы определим судьбу этой орхидеи она достанется тому кому она больше всего конечно нужно вот и собственно вот мне принесли вот эту орхидею что это за орхидея значит хозяйка точно не знает сказала что это какой-то там светло там сиреневый белый беглиб вот ну мы друзья надеюсь с вами узнаем в общем что произошло с этой орхидеи 30 марта эту орхидею я поместил сюда о чем у нас было видео которое чуть позже 5 апреля вышла вон он print screen есть вы есть чем сравнить и сегодня посмотрим что с ней произошло а с нее произошло два хороший момент и плохой момент плохой момент это то что я немного ее поджарил поджарил на солнце на западном сок на западном окне несмотря на то что окно у меня притянено пленкой не как здесь в комнате у меня укрывным материалом видите окошки хорошо рассеивает свет укрывной материал прям на мыльную воду наклеил и все вот уже не первый год здесь а на других окнах у меня обычная солнцезащитная пленка и она хорошо работает но она сама по себе нагревается эта пленка она не пропускает тепло и солнце внутрь но сама она греется и вот вот эта орхидея стояла у меня и листиками вот видите кромочке она дотрагивалась до солнца до с этой пленки плюс слишком обильное солнце а результатом чего вот эти вот вот такой багрянец на листьях появляется по периметру это от избытка а примут от избытка реально солнце есть еще у нас там проблемочка на основании вот что еще сказать видим осадок на горшке это у меня вода из-под крана друзья испаряется и вот видите вода из-под крана питьевая нормальная вода вот такой вот дает осадок поэтому применяю я в домашних условиях фильтр с обратным осмосом а то я устаю мыть чайники кипятить в которых кипячу воду от налета not поэтому пользуюсь обратным осмосом ладно друзья речь не об этом о том что значит все-таки средства которые мы применяли которыми я неоднократно рассказывал она все-таки оказывает хорошие стимулирующие действия на орхидеи для роста корней для появления деток у этих орхидей когда мы это средство применяем я буквально недавно про это средство рассказал я уже не один год про него рассказываю и вот сегодня посмотрим то есть на то что у нас произошло за три недели всего три недели а ну вот она наша выброшенная орхидея так мы ее называем мы ее обработали от насекомых вредителей три недели назад и поместили вот сюда сейчас я уберу палочку хоп держалочку это пенек от нее он у нас лишился одного листика за это время потому что такое знаете себе неудачное отделение тяжелое было отделение немножко повредила один из двух листов и тут лист который повредили при срезе он стал желтеть и в общем потихонечку потихонечку отсох поэтому пенька остался один у нас лист но мы ее тоже на него посмотрим итак друзья что у нас здесь имеется я специально сейчас поверну эту орхидею таким образом как на принтскрине от от так наверное вот так он да от 5 точнее ну да на принтскрине от на видео от 5 апреля сегодня у нас сегодня у нас какое 20 23 апреля сегодня у нас вот друзья ну что смотрим есть чем сравнить итак смотрим вот у нас принтскрин три недели назад и вот она наша орхидея вот такой вид смотрите как на на азиатских сайтах точнее каналах тут у нас я вставлю давайте так знаете вот этот принтскрин вставлю сюда в на экран чтобы было видно я прям просто его специально так ставлю чтобы было одинаково посмотреть сравнить итак друзья смотрим что у нас тут произошло а вот что смотрите внимательно у нас проклюнулись корни прям как будто знаете такое ощущение как будто эти корешки где-то с каких-то орхидейных корней посрезали кончики да и приклеили посмотрите какая прелесть и вот этот багрянец до которого нету на орхидеи три недели назад потому что ну она была в таких наверное нормальных условиях находилась и потом попала к нам в ненормальные условия вот в общем друзья смотрите смотрите все на ваших глазах ничего никакой никакой вот этого знаете волшебства все у нас по-честному все у нас происходит смотрите вот они корни появились ну буквально за три недели мы обрабатывали волшебным средством о котором я рассказывал вначале это друзья корица настоящая корица цейлонская не кассия я уже говорил не кассия а именно когда смотрим состав орхидеи да там должно быть написано именно цейлонская корица не ароматная не какая-то другая а именно цейлонская корица не кассия а должна быть написано цейлонская корица но про это у меня есть видео на канале можете поискать в разделе плейлистов настоящая корица так листик у нас друзья растет листик вот вот такой вот результат за три недели то есть из них ниоткуда у нас из ничего появились вот эти вот корешки и теперь друзья нам нужно успех закрепить орхидея смотрите немножко квелая по ну поморщилась и это нормально потому что не хватает ей влаги во первых у меня жарко низкая влажность там где она стояла окно было открыто вот теперь нужно мне из вот этой вот емкость и от 30 марта ведь какой этот осадок поместить ее в другую емкость поменьше в поменьше и за консервировать ее что такое законсервировать сейчас я объясню что это такое для начала мы поместим ее вот в этот вот в это кашпо поменьше которое и постараемся немножко корни вот так вот немножко корни завинтить завинтить и орхидею как можно наверно как можно ближе что ли какому-то краю и поддвинуть при этом чтобы не совсем повредить нам какие-то корни у этой орхидеи которые так ну те которые вот есть так сейчас друзья 5 секунд ну наверное вот так мы ее сделаем вот она здесь ляжет листьями на края горшка вот и вот она вроде лежит и корни у нее ну вроде бы ну наверное все таки по по максимуму мы их вот так вот они у нас будут касаться донышко да да все таки конечно лист у нас лопнул вот этот так все сейчас пока вот так оставлю и мы с вами пойдем дальше смотреть на на что на пенек вот так стоит пока наша орхидея пенек у нас без изменения смысле без изменений он тоже у нас корицы припудренный но здесь у нас пока ничего нет то есть никаких телодвижений за исключением вот одного отсушенного листика который мы когда разрез делали мы его повредили этот лист вот поэтому он отсох вот единственное что можем немножко может быть сухарики вот эти вот убрать сухари чтобы раскрыть основание может быть не основание пространство для появления детки но друзья еще раз появление детки на пеньках это тоже такой знаете 50 50 явление конечно она максимально эффективны и от других способов размножения орхидей я имею ввиду там цветоносы еще какие-то домашние такие моменты пеньки более эффективные но это такое себе 50 на 50 средства способ но он эффективен значит что я буду с этой орхидеи сейчас сделать у нас опять никаких ребалов нету как бы я не хотел в прошлом видео когда снимал и показывал что возьму кисточку и точнее не возьму а я бы взял если бы был ребов взял бы и помазал бы кисточкой основание это орхидеи и у нас уже вышло потом видео я показывал но на тот момент не было ребово экстры я купил наконец-таки его и просто здесь применил корицу вот результат сами видите совпадение несовпадение но что есть то есть показываю что есть значит сейчас мне нужно законсервировать эту орхидею потому что у нее полезли корни видите и мне нужно сделать вот так как мы придумали делать в прошлом году это друзья у нас орхидея легато самая дорогая орхидея из всех которые стандартные обычные орхидеи продаются гибридные у нас на постсоветском пространстве вот она красотка радужный обалденный это к тому что мы ее тоже друзья 30 марта я в один день это дело все делал 30 марта поместили сюда три недели назад когда я уезжал на юг чтобы корни у этой орхидеи пошли в рост и мы тоже здесь обрабатывали ее корицей и у нас тоже есть результат он пошел расти корень сейчас я покажу вот и цветоносы продолжают наращиваться с одной стороны и вот цветонос и на другом цветоносе тоже вот старенького вот проснулись цветоносы и растет корень вот он смотрите маленький корешочек проклюнулся она у нас законсервированная в том плане что мы ждем когда начнут расти корни они уже начали расти во первых вот он маленький растет орхидея может сказать проснулась все и у нее вот полезли кончики то есть пошли в рост кончики вот они вот это говорит о том что орхидеи вон раскуплился в глубине пимпочка он прям пимпочка вон в глубине смотрите как вам пока а вон она видите вон она пимпочка видите да вот она корни проснулись то есть ее можно уже пересаживать то есть цель достигнута а это воздушные корни то есть мы адаптируем воздушные корни перед посадкой орхидея прекрасно себя чувствует вот по этому принципу я и хочу на какое-то время законсервировать чтобы подросли корешки вот эти вот и и мы и сейчас точно так же создадим что дает консер консервация это она дает нам внутри здесь удерживает влагу вот у этих корней раз затем значит на дне вода сам по себе мог тоже такой слегка по полу влажный и у нас водна влага испаряется оставляем мы приук при консервации до оставляем вот здесь вот когда обкладываем орхидею мхом мы прижимаем к одной стенке и получается что между орхидеей и стенкой в единственном месте проходит вот здесь вот воздушный такой канал и через этот канал проходит вода испаряется до со дна естественно стимулирует влажный воздух основание вот здесь вот у орхидеи и рост корней происходит быстрее вот такая вот у нас история задумка и при этом орхидеи находятся старыми корнями здесь на дне в в этой емкости корни получают воду и в общем с орхидеи все нормально происходит вот вот такой вот у меня здесь мог сейчас я его вот так вот прям уплотняю вот так вот и с одной стороны орхидеи подпираю вот так вот на дне на дна он у нас не касается этот мог вот так он по моему у нас слишком сухой не так вот нам надо его чтобы он в распор был вот так чтобы он здесь вот на него орхидея опиралась как бы да вот так вот вот и при этом чтобы он у нас на дно не уходил так ну вот так вот да наверное где-то у нас получается единственное что еще сам мог от основания уберу чтобы он не касался основания орхидеи в этом весь смысл а то влажный мох он может спровоцировать на основании влажную вот эту вот атмосфера в этой в мог в мокроте может начать что-нибудь какой появляется какие-то патогенная какая-нибудь флора фауна так ну вот так вот у нас получилось видите здесь воздушный такой проход сюда нальем водичку и немножко я опрыскаю увлажню мох чтобы он был влажным и создавал влажный такую влажный пояс основание орхидеи там где корешки у нас появились чтобы они чувствовали эту влагу и более активно у нас начали расти так ну вот так сейчас я просто обычная вода здесь я увлажняю чтобы орхидея начала качать влагу так с этой стороны сейчас ну и опять же мог сверху он будет немножечко не давать быстро испаряться воде так ну вот так сейчас еще по немножечко муха возьму так вот так ты здесь отсюда подложу вот так я убираю мох от основания аккуратненько чтобы корешки не повредить молоденькие ну все вот так наверное это будет оставим насколько как долго друзья пока вот эти вот корешки не вырастут у нас хотя бы сантиметра по ну 357 лучше да ну хотя бы вот такие вот сейчас они под по и сантиметр нету да ну вот хотя бы вот по по 5 сантиметров вырастут хотя бы три из них по 5 сантиметров уже можно будет и торги до и посадить в грунт закрепить ее там на постоянку ну и все так мы все сейчас я водички подолью сюда в общем вот такая друзья у нас история продолжение с орхидеи выброшенные орхидеи культурно так еще чуть-чуть все можно кстати побольше сюда налить знаете почему потому что ну чтоб повыше был уровень воды чтобы получше чувствовали корешки влагу так ну все еще раз мог отодвигаю от основания вот так вот какие-то волокна касаются воды тоже потихонечку будут подпитывать и мочить смачивать вот этот вот мог все вот так вот оставляю так единственное что опять подпишу мы эту орхидею отсоединяли и помещали 30 числа сегодня у нас 23 число но я думаю для истории у нас все проект но мы запомним что здесь был 30 30 числа мы ее отсоединили от пенька вот пенек я подпишу чтобы было понятно 30 число вот он 30 0 3 24 а орхидею мы перенесли сюда 23 23 0 4 24 вот ну а то что 30 мы доставили мы тоже это помним все видео у нас про эту орхидею есть значит я в описании в описании под видео если не забуду ставлю ссылочку на видео где мы ее разделяем вот и соответственно там тоже ссылку поставлю на сегодняшнее видео ну и отдельно плейлист у нее есть который называется по моему я забыл как называется выброшенной орхидеи до или отказниться орхидеи отказниться она в общем тоже будет в описании под этим видео все друзья всем хорошего настроения всем добра здоровья и применяйте только настоящую корицу для орхидей а не кассию все всем пока